всем привет это при студии 21 ком и перед нами очередная порция идиом значит 5 всего и возможно не покажутся не такими уже вам и незнакомыми тем более они очень похожи и по моему первая идиома у нас уже где-то и было во всяком случае где-то в одном видео я ее уже упоминала может как синоним может еще не знаю как короче говоря get on somebody's nerves действовать кому-то на нервы я почему-то уверена что она уже была действовать действовать на нервы на нервы едем дальше но тут без комментариев и кстати чем она интересна тем что она почти дословно get on действовать но somebody это заглушка которая вылетит у нас и будет там чего-то другое стоять и там к кому именно действовать ну и дальше на нервы далее get cracking вот такую точно не было get cracking быстро работать здесь говорится в принципе так можно сказать или как у нас еще говорят работать так что спориться в руках работая работать так что аж горит все вот так вот ну что сказать иногда у нас принято говорить например щелкать 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 но что имеется ввиду у нас обычно щелкают там задачи уравнения там какие-то задания такие вот в основном речь идет обычно о задачах вот он их щелкает там как орехи эти задачи когда речь идет о работе мы так не говорим не принято говорить говорится просто спора спора работать работать или как еще можно сказать даже не знаю короче говоря работать быстро работать так это стремительно с задором задорно и все такое далее далее так а что же это такое гиль сам боли the creeps ну это не знаю мне такое никогда в жизни не встречалось выражение но по-видимому есть если учебники его публикует значит напугать кого-то напугать кого-то в принципе можно было бы сказать sky но если это дословно то сделать так чтобы у кого-то мурашки по коже пошли ну вот так вот если дословно это перевести далее а гейв сэмбади дээдж вот это интересное выражение дать кому-то фору дать дать фору мы говорим дать фору они говорят дать дать ребрышка ну как дать дать чуть-чуть зазора какого-то далее гейвы и джо в сандынг вот это тоже без подобное выражение дословно невозможно перевести и я даже не буду пытаться не буду глупости тут какие-то говорить значит что мы имеем ну как говорят сорока на хвосте принесла вот значит случайно случайно узнать слух узнать слух или как еще говорится прошел слушок вот так вот айд гад выйдет ну что-то слухи ходят я вот знаю что слыхала я про такое или одна баба сказала или что-то в вроде а теперь переходим к упражнению и нам надо поставить правильную идиому посмотрим что у нас из этого получится кейс варк экспириенс чего-то там ого ази ази кэндидейс фазы джоб ага итак работа опыт работы у кейт дает ей по-видимому фору на другие перед другими кандидатами геймс и дады адж вот так это будет выглядеть гэмс 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 гэм дээдж 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 теперь давайте посмотрим что у нас происходит вот это сам бари заменилась у нас на слово хэ а все остальное остается как есть без всякого Кстати, еще обратим внимание на одну вещь Обратите внимание на предлог over Дает фору перед другими или над другими кандидатами Как бы то ни было, запомните, пожалуйста, что после edge у вас должно быть over Если дальше у вас идет другое там чего-то Give Здесь somebody Это вылетит, станет что-то другое The edge over И дальше еще одно somebody, допустим Это первый кандидат, это второй кандидат Дать одному кандидату один фору над кандидатом два Далее We have lots of work to do today, so let's Let's чего-то Let's get cracking Вот что оно будет Let's get cracking Кстати, таких выражений очень много У нас куча работы сегодня Так давайте ж начнем работать Приступаем Как у нас еще иногда говорят Ну, погнали, делаем Кстати, у этого выражения есть, я сейчас только вспомнила, есть интересный синоним Во всяком случае, я лично слыхала Правда, это было в кино Поэтому не могу ручаться, что это прямо так и употребляется Но вот такое есть Let's Oh, sorry Let's Boogie Let's boogie Вот такое есть выражение Ну, это такое дело Что просто, если вы дело слышите, то не удивляйтесь Да, это то же самое, что Let's get cracking Далее Please don't talk about spiders, they really Так, давайте посмотрим, что же у нас осталось Итак, у нас Get cracking использовано Give her edge использовано Осталось так Не говори о пауках Там вроде бы о пауках Сейчас посмотрю еще раз Please don't talk about spiders, they really Не говори о пауках Они меня Чего? Раздражают? Действуют мне на нервы? Или пугают меня? Ну, в принципе, могут же это и так и так быть Ладно, я пока пропущу Я без понятия, что здесь должно быть Едем дальше I wish Nathan would stop whistling It really Ага, вот здесь уже gets on my nerves It really Так, я бы сказала даже Я поставила бы It really gets Ну, ладно, я не буду морочить себе голову с continuous Поставлю present simple Get on my nerves Хотела бы я, чтобы Nathan перестал свистеть Мне это действует на нервы Итак, значит, если здесь мне действует на нервы Nathan То, значит, у меня использовано вот это И у меня остается give me the creeps Give me the creeps They really gave me a creeps Сейчас я выберу себе цвет И дальше еще раз посмотрим, чтобы все правильно переписать Потому что в идиомах это очень важно Пожалуйста, удостоверься, чтобы Лора не узнала о наших планах Устроить ей сюрприз на день рождения Итак, у нас get wind off Узнать Слух Случайно узнать Или как еще у нас говорят Прознать Пронюхать О, пронюхать Так еще может быть Чтобы она там не пронюхала никак Чтобы мы там что-то готовим ей Get wind off something Get wind off Doesn't get wind Wind off И вот something у нас трансформируется в our plans Вот наше something Вот оно здесь Вот такая вот картина Идиомы достаточно интересные Особенно употребляемые Ну, get on my nerves Это невероятно употребляемые идиомы Я не знаю, как насчет get cracking Не могу ничего сказать Встречала, но у меня не такой огромный опыт общения Чтобы сказать, что это аж так часто употребляется Так, что еще может быть Вот это часто встречается Может такое быть Ну, в принципе Здесь главное не переборщить Я встречала в художественной литературе Поэтому, если вы не хотите, кстати, такую вот громадину Такую говорить Можно просто сказать Scare Scare It scares me Это меня пугает И не морочить себе голову Вот такая штука Get wind off Ну, я не знаю Честно говоря, никогда в жизни не встречала Вот это первый раз И не могу даже сказать, насколько часто оно употребляемо Как бы то ни было Если у вас возникли вопросы, не стесняйтесь Пишите комментарии Спасибо за внимание Подписывайтесь на мой канал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!